Ты счастливый человек без бухла, или тебе было бы лучше, если бы ты бухал? Знаешь, даже если ты очень любишь бухать, в завязке всегда есть свои преимущества, потому что когда ты бухаешь очень редко, ощущение гораздо приятнее, чем когда ты бухаешь каждый вечер. Это подтвердит вообще кто угодно, нахуй, в принципе. Даже запойные алкоголи, которые не могут из алкоголя функционировать ни в каком виде. Все равно бухать каждый вечер по ощущениям хуевее, чем бухать, например, только по праздникам. Так что да. Деньги экономятся еще. То есть тут бонусов-то полно. А то, блядь, мне что-то начали внушать вину, что ты из-за меня не бухаешь. Но типа денег экономишь на развлечения, которыми ты себя занимаешь без бухла, они дороже. Типа, ну да. Ну, я даже когда бухал предельно много, у меня всегда был момент, что я либо бухаю, либо смотрю фильмы ужасов. И если я сел бухать, то я не могу посмотреть, например, какой-нибудь фильм ужасов, который хотел посмотреть. Потому что у меня четкое есть понимание, что пьяным фильмы ужасов смотреть нельзя. Это будет неприятно. Потому что ты не хочешь, чтобы тебя внезапно пугали, когда ты пьяный, во-первых. А во-вторых, ты не хочешь быть пьяным, в жопу пьяным, которому на все насрать при просмотре хоррора, когда тебе должно быть страшно. То есть ты как бы тратишь напрасно и бухло, и фильм. Просто израсходованный. Ты бы сам бросил пить, если бы тебе не сказал. Может быть, да, вполне возможно, на самом деле. Вполне возможно. В чем разница между испугом и испугом в пьяном состоянии? А в пьяном состоянии сердцу более тяжело. Не знаю, с чем это связано. Может, потому что сосуды расширены. Но как-то вот совсем неприятно. Когда ты пьяный, и тебя пугают. Ну, не саспенсом тебя пугают, а именно, типа, во, примитивные ужасы, так называемые. По-особому неприятно, когда пьяный. Если ты, конечно, не в говно абсолютно, когда тебе вообще на всю пугу, и тебя просто невозможно напугать. Я сейчас бухаю, по твоему мнению, ты, по моему мнению, вообще не пьешь. Ну, то есть формально ты иногда что-то пьешь, но в целом это не считается. Это настолько мало, что можно не рассматривать. Бухать и запой в твоем лексиконе – это одно и то же или это нормис? Нет, это не одно и то же. Бухать – это просто много пить. А запой – это когда ты вырубаешься от бухла, просыпаешься и сразу снова начинаешь бухать. Если ты не начинаешь бухать сразу, проснувшись, то ты не в запой нихуя. И не был, если у тебя такого не было, то запой никогда и не был. Потому что запоет, когда ты буквально не прекращаешь бухать. А бухать – это более общее понятие. Бухать нельзя. Послушайте, 90 лет, который на Новый год стримить будешь, надо бы. Я выпиваю одну кружку ситры один-два раза в неделю. Это норм или не считается? Нет, это считается. Но это немного. Как ты считаешь, могут у тебя пробудиться лучшие гены и я сопьюсь? Да, не будет этого. Нет!